Черная смерть была катастрофой. Но ирония судьбы в том, что те, кто выжил, оказались в лучшем положении, чем когда-либо. Население Англии уменьшилось почти в половину, рабочих рук страшно не хватало, и крестьяне вдруг поняли, что пришло их время диктовать условия. Они начали уклоняться от выполнения своих феодальных повинностей, начали требовать повышения платы за труд, с ними начали рассчитываться золотыми монетами. Некоторые покинули своих господ и приобрели свои участки земли. Все это спровоцировало недовольство аристократии. Они не понимали, почему крестьянам доставалась оставшаяся бесхозная земля. Был введен новый закон, возвращавший обязательную трудовую повинность и снижавший оплату труда. Последней каплей стало насильственное введение подушного налога. Собранные деньги шли на войну с Францией. Налог встретили негодованием, так как платить должны были все поровну, и бедные, и богатые. Правительство допустило ошибку при переписи населения. Оно рассчитало налог, исходя из количества людей, живших до эпидемии чумы. Когда собранной суммы оказалось мало, был объявлен сбор второго подушного налога. И произошло немыслимое. Крестьяне взяли в руки оружие и начали мятеж. Со всей страны собрались они в Кеннер.